Мы живем в особенное время, и не знаю, это особенное время каждую эпоху, сто лет назад люди бы говорили, да, мы живем в особенное время, а еще сто лет назад бы сказали, да, но особенность одного сезона отличается от особенности другого сезона. И единственное, что остается неизменным, это обетование Божие, это Его Слово и верность Господа. Вот Его верность превозносится над нашей неверностью. Мы люди, мы несовершенны, но совершенен наш Бог и неизменно Его Слово. Именно об этом я хочу сегодня проповедовать, неизменное Слово. Вот какой уж фундамент, так это неизменное Слово. Что бы ни происходило в жизни, как бы ни штормило, Господи, это все всегда происходит, единственная скала незыблемая, единственное основание незыблемое, это Божье Слово. Это Божье Слово. У Него справедливость. У Него сила. У Него авторитет и у Него власть. Итак, Евреям 13, 6, 8. Давайте откроем. Евреям 13, 6, 8. Тема проповедей, неизменное Слово. Моя молитва, чтобы наша молитва была удовольствием. Уважаемые братья и сестры, когда вот мы поклоняемся Богу, не надо ждать, когда все это закончится. Оно никогда не закончится. Я вот был недавно в, как недавно, Новый год, мы встречали в Америке, Канзас-Сити, это есть такой город в Средней Америке, в Центральной Америке, и там есть такая организация, которая называется International House of Prayer, то есть они, это дом молитвы. И они умудрились организовать молитву, внимательно, они умудрились организовать молитву, непрекращающуюся молитву, 24 на 7 они так обозначили, то есть это круглые сутки идет молитва, причем с участием музыкантов, певцов, служителей и молитвенников. Прейрум есть такая большая аудитория, и в течение последних пяти-шести лет молитва не прекращается. Вот подумайте только. Вот сейчас мы немножко уже как выдохлись, сели и остановились, а там круглые сутки идет молитва. Не просто вот чихонечко сидим, спим и в душе молимся, идет активное поклонение, звучит пророческое слово, и люди молятся, и Бог дает слово, и это идет нон-стоп. Представьте себе, 3 дня, 8 дней, 15 дней, месяц, следующих 3 дня, следующих 3 недели и снова, и снова, и снова молитва. Когда я слушал их свидетельства, вот первая мысль, которая вот здесь в голове рождается, и вот здесь в сердце, да у нас это не покатит. Не успел я только подумать об этом. Выходит один из организаторов, говорит, первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я услышал об таком опыте, не покатит. Он как будто сканировал, как будто словил эту мысль, говорит, во что ты веришь, то и происходит. Я просто подумал, что это такое. Когда мы были в Корее, у них свой стиль. В каких-то церквах с 4 утра до 7, 3 часа молитва, а потом они на работу идут. В каких-то церквах вечерние молитвы с 9 до 12. С 9 до 12, это когда все мы дома, и мы говорим, у нас есть семья, у нас есть домашние заботы, и как будто у них нет. И у них это как система. И что-то нам нужно делать с этим. Нам нужно изменить свое отношение к молитве как таковой. Это не просто десерт, или хобби, или некоторые издержки христианской культуры. Не знаю, как-то вот моя молитва, чтобы Дух Святой по-другому построил нашу жизнь, наше отношение к этой молитве. Молитва должна стать чем-то другим, чем тем, чем она сегодня является. По крайней мере, мы должны получить удовольствие от этого. По крайней мере, это не должна быть каторга. Как минимум, это не должно быть тяжелым, сумасшедшим бременем. Мы должны раскусить вкус, вкус, удовольствие. Есть удовольствие, будешь молиться. Нет удовольствия, не будут молиться. Господь говорит, вкусите, как благ Господь. Я недавно прочитал новость, не новость, а объявление, что эта организация Айхоп приехала на Украину в один из городов, и они объявили 100 часов. Нет, они не говорили, 5 лет будем молиться. Они приехали в другой город, в другую страну, и они говорят, мы делимся опытом. И у нас будет 100 часов, нон-стоп, 100 часов. Вот если 100 часов разбить на 24, ну сколько это, 3-4 дня где-то. И они говорят, мы хотим поделиться опытом. Мы хотим рассказать вам, как это здорово, нырнуть вот в этот поток и плыть в этом потоке. Я глубоко убежден, что именно такие молитвы меняют ход истории. Именно такие молитвы, они кардинальным образом преображают и сущность человека, и сущность служения, и вообще весь окружающий мир. Конечно, конечно, Бог может услышать и короткую молитву. Конечно, можно рассуждать как угодно. Но мне кажется, надо возвращаться к практике ночных молитв. Нам по-любому надо возвращаться к практике этих марафонов и постов, и молитв. Мне кажется, как будто Бог со всех сторон сегодня бросает нам вызов и говорит, непрестанно молитесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Человек, который понимает, что молитва – это образ жизни, и молчание – это тоже молитва. И внутреннее созерцание, когда ты молишься и рассуждаешь, и тебе Господь видение открывает. Ты в это время… Не надо говорить что-то, когда Бог тебе отвечает, это тоже молитва. Молитва – это вообще-то отношение, это вот просто вот пространство, в котором ты общаешься с Богом. И мне бы так хотелось, чтобы мы могли углубляться, чтобы мы получили удовольствие от этого. Ночью, днем ли. Непрестанно молиться – это постоянно включенный вот внутри какой-то, я не знаю, какой-то детонатор или какой-то генератор, который постоянно работает. То есть, в любой момент, когда тебе сказали, давай помолимся, давай. И это не просто вот ты что-то придумаешь, а ты включаешь это турбо, и просто начинаешь молиться. Если человек попросил о помощи, ты подходишь. Ты просто с Богом общаешься, с тобой облако приходит, с тобой сила приходит, энергетика приходит. Как бы, друзья, хотелось, чтобы этот год, который мы обозначили, преображение и слава Божия, не остался для нас теоретически. Потому что без молитвы ни преображение, ни слава Божия. Молитва – это ключ, это туда, 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 в глубину. Конечно, молитвы разные. Наши характеры разные. Мы по темпераменту разные. Кто-то горячо молится, кто-то – нет. Знаете, на что я обратил внимание, когда был там? На то, что мы холерики. У нас, как, вот такой взрыв эмоциональный. Вот мы где-то 15-20 минут сорвали голоса, выдохли, выплеснули всю энергетику и потом плюхнулись. Когда я первый раз был там, сначала мне показалось, слишком уж ровно молятся. Слишком уж ровно молятся. И нет вот наших привычных «дай мне дозу», кубатура другая, нам бы вот так. А они марафон бегут. Знаете, марафон, кто вначале быстро вот побежит, он сдох, выдохнется. А вот этот вот «ай-хоп» – это марафон. Представьте, когда тебе предстоит 5 часов молиться. Ты по-любому установка. Тратить не будешь, орать не будешь. Ты просто говоришь, я настраиваюсь на долгосрочную программу. Дух Святой. Ведь не в громкости наших слов, не в громкости наших вот этих вот воплей смысл, а в переживании Бога. Да, Иисус говорит, с великим воплем и со слезами принес молитвы, могущему спасти его от смерти. Было такое. Ночами Христос куда-то уходил. Я не думал, что Он там кричал ночью. Перед Голгофой Он кричал. Перед Голгофой, когда Он видел, как будут Его убивать, как Ему будут кости ломать. Я думаю, тогда закричит даже самый храбрый. А когда Он уходил на Иллионскую гору и говорил, Господь, Отец, завтра будет новый день. Что будет? Покажи. И Он дальше секретами делился. Я видел Отца Творящего. А когда ты видел Отца Творящего? А вот когда молился, я видел Отца Творящего. И это уже молитва, молитва созерцания. Я видел, что завтра меня ожидает, как пророческое видение. А потом еще я слышал Отца Творящего. И там уже свой этикет взаимоотношений. Я молюсь каждый вечер, каждую ночь, когда ворочаешься. Господь, показывай мне картины Царства Божьего. Показывай картины будущего. Открывай завтрашний день. Ведь Дух Святой, Он пришел для того, чтобы нас наставить на всякую истину. Чтобы возвестить будущее. И прославить Иисуса Христа. Когда мы вот сюда выходим. Господи, так хочется освободиться от этих привычных, стандартных приемов. Буква убивает, а Дух животворит. Даже самое умное слово, если оно лишено вот этой силы помазания. Ну, это буква, она правильная буква. Но она ничего не сделает. Она раздражает и убивает. А Дух животворит. Поэтому Павел пишет там где-то в одном месте, что если служение смертоносным буквам было такое славное, что Моисей там светил, как звезда. И люди просто вот покрывало одевали, потому что боялись ослепнуть от этой славы. Он говорит, насколько славнее служение Нового Завета. Потому что служение Ветхого Завета – это было служение, служение осуждения. А служение Нового Завета – это служение оправдания. И он говорит, есть такая штука, когда Господь снимает это покрывало. Говорит, у мы, у многих людей до сих пор покрыты покрывалом. И это покрывало снимается Господом. И вот моя молитва, Господь, сними с нас. Это покрывало, чтобы мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Божью, преображались в тот же образ, как от Господня Духа. Бог желает, чтобы после настоящих молитв, твое лицо сияло, как у Моисея. И люди бы на тебя смотрели и говорили, космонавт какой-то ходит. Откуда он свалился? Он сияет. Петр шел, и вот тень его, прикасаясь к людям, меняла их в корни. Молитва. Молитва. Господь, что нам с этой молитвой делать? Поменяй нам нашу молитву. А когда они поднялись на гору преображения, это волшебная фраза. И когда он молился, вид лица его изменился. И одежды сделались блистающие. Когда молился, вид лица его преобразился. Преображение. Когда происходит преображение? Когда он молился. Боже, дай нам вот понимание этой молитвы. Дай нам удовольствие этой молитвы. Дай нам, Господь, опыт этой молитвы. Я благодарю Бога за всех, кто находится на сцене. На всех, кто стоит возле микрофонов. Потому что на самом деле, по милости Божьей, Господь дает нам вкушать удовольствие. Я думаю, что тех, кто сегодня получает удовольствие, в молитве становится больше, чем тех, кто переминается с ноги на ногу и ждет, когда же все это все закончится. Я верю, что однажды вот это вот молитвенное, пророческое помазание, оно захватит всю церковь. И это помазание будет настолько мощным и сильным, как написано в Библии. И тот, кто входил вот в этот сон пророков, он становился иным человеком. Братья и сестры, не пропускайте слушания. Когда мы молимся, я понимаю, возникает вопрос, что происходит во время вот такой продолжительной молитвы? Для чего она нужна? Как минимум, твои баки духовные наполняются топливом. Эта молитва заряжает твою веру. И ты даже не знаешь, что завтра будет происходить, а то, о чем ты молился на языках, и даже не понимал, что это за слова, ты ходатайствовал о тех ситуациях, которые ожидают тебя завтра, и ты их уже промаливал, и не зная об этом, Дух Святой уже побеспокоился. И на основании этой молитвы ангелы будут завтра тебя встречать. На тех перекрестках, где дьявол что-то приготовил, а Бог уже ангелов послал и сказал, нет, осуществляться не программы дьявола, а осуществляться программы Божьей. Как минимум, Господь наполняет наш светильник елеем. Господи, спасибо Тебе, что есть такая молитва. Второе, Твой характер меняется. Отметьте, пожалуйста, никакие воспитательные беседы, нравоучения, обличения, по плоти, они никогда не принесут такого результата, как Божье прикосновение, прикосновение Святого Духа к нашему несовершенному характеру. И ты после этих молитв чувствуешь, что ты другой. Бог забирает это каменное сердце, без всяких воспитательных бесед. Он Бог. Он Бог. И все, к чему Он прикасается, освящается, оживотворяется, становится святым и праведным. Боже Бог, дай нам увидеть практический смысл этой молитвы. Что происходит во время этой молитвы? Ты возрастаешь в духе. Что такое возрастать в духе? Читать книги? Объем знаний, объем знаний, объем знаний не обеспечивает возрастания в духе. Возрастание в духе обеспечивает опыт с Духом Святым. Только Дух Святой, который проникает до разделения души и духа благодаря вот этому неизменному слову, мы даже не знаем, какой бардак в наших укромных уголках нашего дома. И Дух Святой, который все пронизывает, все знает, Он вычищает все вот эти закоулки, все эти подвалы, все эти чердаки, и ты уходишь после такой молитвы просто легкий, позитивный. У тебя внутри все дышит полной крови. Почему дьявол против этих молитв борется? Потому что Он хочет тебя в мусорный контейнер превратить. Чтобы там крысы и там всякие там черти лазили. И проклятие было. Поэтому во время молитвы у кого-то что-то чешется, у кого-то надо вдруг позвонить кому-то, вдруг какая-то идея. Защити молитву, и молитва защитит тебя. Не давайте место дьявол, который будет всегда стоять против этой глубокой молитвы. Потому что Он знает, что если человек молится, Он потерял его навсегда. Когда ты молишься, дьявол к тебе не может подойти, потому что ты находишься в самом безопасном месте, под кровом Всевышнего. Если ты с Богом общаешься, то Бог своего собеседника, Он вот так окружает, и ангелы там говорят, тихо, президент общается, царь всех царей общается. И сюда нельзя заходить. Это не внешний двор, где базарят все, где ссорятся там, где все перетирают, а ты во святилище. Мы люди святилища. Что делает вот эта молитва? Хотя бы в какой-то мере. Я не говорю в полном объеме. Дай Бог, чтобы однажды пережить это. Дай Бог, чтобы однажды нырнуть туда и через пару дней вынырнуть. А ведь есть такой опыт. А ведь есть же такой опыт. А что делает такая молитва? Она нас делает людьми святилища. Когда мы проходим туда, туда, и забываем все на свете. Мы уходим из этой реальности. И там мы видим, что открываются двери вечные, открываются верхи врат, и ты видишь, что Господь свят. Господь велик. Боже, освободи нас от религиозной молитвы. И дай нам вот это живое общение, которое нас назидает, которое делает нас мудрыми. Что еще делает молитва? Она делает нас мудрыми, потому что во время молитвы Господь бросает нам подсказки. И некоторые фразы, которые ты слышишь внутри себя, в духе, это ответ на самый сложный вопрос, который у тебя на повестке дня. Дух Святой, Он управляет нами. Поэтому иногда нужно помолчать. Иногда нужно просто, говори, Господь, слушает слуга Твой. Я не знаю, как эту проблему решить. Нужно ли вообще ее решать? А может быть, ты ее уже давно решил? И Бог тебе начинает что-то говорить. И когда Бог говорит, одна фраза, одна строчка, она может все, все абсолютно изменить. Братья и сестры, пусть наш, каждая церковь нового поколения будет дома молитвы. Пусть каждый человек, который в новом поколении, любит молиться. Пусть каждый человек будет ходатаем, заступником. Полюби молитву. Попроси Бога, пусть Он даст однажды вкусить сладость, красоту. Стань пророком. Потому что во время настоящей молитвы Господь наполняет твое сердце и твои уста. В одном месте там написано, открой уста, и я наполню их. Разве ты не переживал никогда во время молитвы? Ты не знаешь, как в другом месте, мы не знаем, о чем молиться. И за выборы, и за поездку, и за деньги, и за здоровье. Да, Господи, вся жизнь, это просто сплошная тематика для молитвы. Не знаем, о чем молиться. И вдруг ветер дует, и паруса твои наполняются. Ты просто открываешь уста, начинаешь на языках говорить, славить Бога. Открываешь уста, и я наполню их. И ты уже понимаешь, что это не ты молишься, а Дух Святой, Он тебе дает информацию, направление, вектор, и ты слышишь, что молитва на самом деле не твоя. На самом деле, молитва не твоя, это молитва, которую опровоцирует, и которую совершает сам Дух Святой. Боже, поменяй наши молитвы. Если кто-то из нас был в молитве с принтером, пусть Бог даст теперь практику бегать в марафон. Вот даже просто практика, смотрите, просто одна практика. Иисус Христос своим ученикам в Гефсимании сказал, не могли бы вы хотя бы один час бодрствовать со мной, один час, просто вот как-то умудриться в течение суток хотя бы один час где-то вот просто выкроить время и сказать, это, ну как в спортзал же ходят, там, скажем, в рестораны же ходят, в туалеты же ходят. У нас же есть расписание дня, где стабильно мы удовлетворяем свои потребности на каких-то разных уровнях. А неужели наш внутренний человек не имеет этих потребностей хотя бы один час? Хотя у меня всегда возникает вопрос, у нас сейчас есть эти ну, часы или там все, а когда был Христос, часов-то не было? А вот представьте, а как час определить, а? А если тучи были? Вот и в Гефсиманском саду там это самое, молишься, куда это все? Хотя бы час, ладно, это пророчески к тем, кто будет завтра понимать, что это час. Хотя у Господа один час, как тысячу лет, да, или так и мы иногда. Молимся, молимся, нам кажется, прошло уже три часа, смотрим, восемь минут. А Бог хочет, знаете, как сделать? А Бог хочет, чтобы нам показалось, что прошло пять минут, а смотрим, уже два дня произошло. Вот это уже прикосновение к вечности. Господи, помоги нам, помоги нам. Я к чему говорю, что в июне, как мы планируем, первых три дня, вот, в следующей неделе, это пятая, шестая, седьмая, да? Я правильно говорю? Понедельник, пятая, шестая, седьмая, мы снова будем поститься и молиться. Я глубоко верю, друзья, что вот этим летом Господь даст нам увидеть большой улов. Поиск сокровищ приведет нас к большой добыче. Потому что мы уже столько, ну, каждый месяц, мы, на самом деле, очень серьезно перед Богом ставим эту задачу рост церкви. Господь, пусть каждый человек, который находится здесь, получит от тебя стратегию, получит от тебя слово. Как, рассказывая, свидетельствуя о своих, о своем духовном опыте, захватить с собой еще кого-то? Я глубоко верю, что этим летом Господь поменяет нашу статистику, поменяет наше состояние и качество, и количество в том числе. Наш Бог отвечающий. Потому что Он не только нас учит, Он не только дает нам ощущения, переживания, но Он отвечающий Бог. И церковь наша умножится. И Бог будет прилагать спасаемых к церкви. Амэн. Если ты веришь, подари Ему. Больший аплодисмент. Халлелуя! Итак, вернемся к евреям. Вернемся к евреям. Евреям 13, 6, 8. Ну, с пятого можно. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? Здесь стихи связаны. «Имея нрав несребролюбивый». У нас в Латвии, ну, как бы, жизнь уже нас, как бы, уже и воспитала иметь нрав несребролюбивый. Где это серебро, чтобы его любить? Когда слышишь, что сегодня говорят, какие там налоговые системы или реформы, крыша просто едет. Вы подумайте только, если ты хочешь сделать пожертвование, вот этому человеку с тебя будут снимать налог. Ну, великое поощрение, а? Так я это и так жертвую. А, кажется, с этой жертвой еще налог надо брать. А может, не надо налог, а? Чтобы люди, ну, как бы, жертвовали. Ведь сколько пожертвований, не просто на милосердие выделяется спорт, искусство, да сколько сфер жизни, а? Ну, неужели там вверху вам мало еще, а? Ну, вам же и так уже доступ к кормушке, а, великий? Так, делайте бизнес и не трогайте людей, а? Вот почему мы молимся и говорим, Господь, восстань и наведи порядок. Чтобы вот этого безумия не было, а? обязательно медицинская страховка. Круто! А что вы будете делать, когда вы у нас возьмете эту очередную сумму денег под названием обязательное? Это что, такое трогательная забота о народе? Ну, что это за безобразие, а? Лепая 11 партий, да у Гавминс 15 партий, так к размножению идет, а? Людей в Латвии становится меньше, а политических партий становится больше. Найдите мне еще какую-нибудь такую удивительную страну, я другой такой страны не знаю. Господи! А вы знаете, почему это происходит? Дьявол хочет тебе и мне сказать, во-первых, что-нибудь показать, а потом сказать все ваши пророческие молитвы, все ваши пророческие заявления про эту страну, это просто полная чушь и туфта. Потому что, когда ты слушаешь это, на этом фоне безумия, конечно, то, что ты говоришь, это, ну, это абсурд. А мы говорим, а нет, дьявол, вот все, что ты делаешь, это чушь и абсурд. А Слово Божье живо, действенно, острее меча обоюдоострого, и все, что однажды вышло из уст Божьих, никогда не вернется к нему тщетным, пока не исполнит то, для чего оно послано. Амин! Вот почему иногда в церковь надо ходить, чтобы нейтрализовать эти ужасные новости. Амин! Все будет так, как ты сказал. И мы получим все, что ты нам обещал. И я скажу вам, что иногда вот такое молитвенное собрание может поменять политику новой налоговой системы. Бог ангелов пошлет туда. Бог остановит. Библия говорит, что гнев Божий на небесах, гнев Божий горит. На всякое нечестие и неправду людей, которые подавляют истину ложью. У нас будут справедливые законы. Потому что в этой стране есть стражи на стенах, в этой стране есть ходатай, которые не проклинают, а благословляют и говорят, Господь, восстань. И рассеются враги Твои. Восстань, Господь. И защити этот народ. И защити этот народ. И Господь восстанет. И Господь защитит этот народ. Амин. Имея нрав, несколько комментов по поводу пятого стиха. Вы поняли, да? Немного эмоциональный, но справедливый. Евреям 13,5. Это знаете, Павел как-то прикалывается к евреям, говорит, эй, евреи, имейте нрав несребролюбивый, а те, нам что, кровь поменять, что ли? Так это наша стихия. Это знаете, как я зачитал, заходят эговисты, кому-то стучат, дверь открывается, там еврей стоит, эговисты, говорит, а вы Библию читали? А он говорит, дорогуша, мы ее не только читали, мы ее писали вообще. Имея нрав несребролюбивый. Понятно, когда у них мозгов столько, что серебра у них еще больше, и им говорят, ребята, особо-то не связывайтесь с ним, нам намного легче, латышам, исполнить пятый стих. Имея нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам Господь сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Амин. Да, вот это чудо, вот это чудо, что вроде ничего нету. Я вспоминаю шведов, которые к нам приезжали в начале 90-х, и знаете, как часто они эту фразу произносили, говорит, когда мы к вам приезжаем, вот эти вот страны Советского Союза, бывшие, у нас в Швеции, говорит, в магазинах все есть, а когда приходишь в гости, на столах ничего нет. А когда мы, говорит, к вам приезжаем, в магазинах ничего нету, а заходим, когда к вам в гости, столы ломятся. Как вы умудряетесь так жить, а? А вот так. Имея нрав несребролюбивый, будем довольствоваться, братья и сестры, я понимаю, и мне много чего надо, и тебе много чего надо, но давайте освободимся от ропота и негатива, будем довольны. когда иногда слышишь, этот заболел, этот попал в реанимацию, 16 человек, конечно, заниженная цифра, в Москве от этого ветра, сколько машин пострадало, сколько этих, Господи, как хорошо, что у нас спокойно, а? Что у нас нет урагана, сегодня какой-то пошел дождь, пошла такая буря, Господи, пожалуйста, только не московские новости. Храни нас от этого. Друзья, даже вот за мирное небо, за то, что нет вот этих катаклизмов, и не клизмы, и не катаклизмы нас не трогают, давайте хоть за это поблагодарим Господа, а? Поблагодари Бога, скажи, спасибо, что мы здоровые, спасибо тебе, что мирное небо, что нет ураганов, что мы в церкви сидим, свет есть, вода есть, еда есть еще, тепло еще есть, да, и будем довольствовать тем, что есть, ибо сам Господь сказал, не оставлю тебя, и не покину тебя. Вот сейчас, минуточку, это не пастор Алексей сказал, это сказал Бог, «Бог не оставлю тебя и не покину тебя». Это неизменное слово. Это неизменное слово. Друзья оставят. Бог говорит, я тебя никогда не покину. Мать в бэби-боксе оставляет своего рожденного сына. А Господь говорит, даже если мать оставит, я никогда тебя не оставлю. Иметь такого Бога, понимать такого Бога, поклоняться такому Богу, да это одно удовольствие. Это одно удовольствие. Я был в Америке, когда последний раз попал на молодежное, и когда я сидел в зале на сцене, выходили одни, вторые, третьи, свидетельствовали, пели, и вышел один такой большой парень, такой симпатичный, активный, Бога так любит, поклонялся. Пастор у меня наклоняется, говорит, «Видишь этого парня?» Я говорю, «Ну да, Вижу, представь себе, его мать хотела сделать аборт, а напротив жила женщина из церкви, и она подошла к ней, говорит, «Не делай, пожалуйста, аборт, роди, а я его воспитаю». И она родила, и отдала этой женщине, которая жила напротив. Эта женщина была из церкви, и говорит, «Смотри на него, и я смотрю на него, глаза горят, вот такой вот большой, красивый, сияющий, Боже, какими путями Ты спасаешь людей?» Если даже мать бросает, Господь никогда не бросит. Это наш Бог. Если Он сказал, «Не покину и не оставлю, это неизменно». Может, у кого-то сегодня шатается под ногами почва, может быть, скользит где-то внизу, уверую в это слово, Господь сказал, «Не оставлю, не покину, пойдешь ли сквозь воды, они не потопят тебя, я тебе акваланг гарантирую». пойдешь ли сквозь огонь, пойдешь ли сквозь огонь, и я гарантирую тебе отсутствие ожогов. Те парни проходили через эту огненную печь. Тот же самый Бог, Его рука не сократилась, чтобы спасать, ухо Его не отяжелело, чтобы слышать, не оставлю и не покину. Запишите это и повторяйте как мантру с утра до вечера. Господь, Ты сказал, не оставлю, Ты сказал, не покину. Это абсолютная правда. Одиночество, оно может быть только по горизонтали, но не по вертикали. Одиночество это временное явление. Бог говорит, я всегда с тобой. Все я с вами, во все дни до скончания века. Никогда не верь дьяволу, который говорит, Бог тебя оставил, Бог тебя покинул, у тебя вот такие проблемы. Нет, нет. Бог все видит, Бог все слышит, и Бог все держит под контролем. Амин. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Он, разум его не следим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и молодые люди, и падают, а уповающие на Господа поднимут крылья, как орлы. Пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Боже, пусть сегодня, в этот вечер, твои Божьи дети, твои сыновья и дочери обновятся в силе и поднимут крылья, не как курицы, а поднимут крылья, как орлы. Поверни соседу, скажи, не поднимай крылья, как курица, поднимай крылья, как орлы. Амин! Аллилуйя! Скажи, не покину, не оставлю, если Господь поклялся. Он тебя не покинет, и Он тебя не оставит. Амин! Дальше. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поэтому мы не просто говорим, мы смело говорим. Можно просто говорить, а можно смело говорить. Не смелым, а смело. И ты говоришь дерзновенно, уверенно, убежденно. И давайте вместе это скажем. Господь мне помощник. Господь мне помощник. Не, вы не смело говорите. Смело скажите. Господь мне помощник. А еще смелее. Господь мне помощник. Амин! Вторая фраза. Я не убоюсь. Еще смелее. Я не убоюсь. Еще смелее. Теперь две фразы. Господь мне помощник. Я не убоюсь. Еще раз. Господь мне помощник. Я не убоюсь. И третье. Ну, это уже почти как постскриптум. Что сделает мне человек? Это даже можно так сказать. Что сделает мне человек? Кто он такой? Кто он такой? Давайте с правильной интонацией скажем. Господь мне помощник. Я не убоюсь. И потом, что мне сделать человек? Что мне сделать? Да кто он такой? Если Господь мне помощник, ты кто такой? Давай до свидания. Халлелуя. Друзья, это же правда. Это же истина. Тебя хотят обмануть. Тебя в дурака хотят оставить. Над тобой хотят надсмеяться. Но смеется тот, кто смеется последний. Возьмите это как, знаете, противоядие против разочарования. Против всяких вот этих дурацких, двойных, каких-то ситуаций, таких двусмысленных. Господь мне помощник. И я не убоюсь. И что мне сделать человек? Он ничего не сделает. Господь сказал, не оставлю. Господь сказал, не покину. Поэтому кто такой человек? Амин. Пришел злобный Аман и уже построил виселицу и сказал этого Мордахея. Я его вздерну здесь. Знаете, что делал Мордахей? Он вот читал вот эту мантру. И он сказал, Господь, ты поклялся мне. И сказал, не оставлю, не покину. Если ты сказал, я отвечаю тебе на твое обетование. Господь мне помощник. И я не убоюсь. То, что врачи говорят, то, что говорят юристы, то, что говорят друзья, недруги, враги, я не убоюсь. Друзья, самое страшное, допустить этот страх. Страх – это тоже вера, только с отрицательным знаком. Господь мне помощник. Я не убоюсь. Что сделает мне человек? Повторяю это чаще. Во власть языка и жизнь, и смерть у Бога не останется бессильным никакое слово. Амин. Имея нрав не сребролюбивый. Почему здесь об этом заглядывается? Да потому, что через экономическую призму наша вся жизнь рассматривается. За все отвечает серебро. Много серебра. У тебя жизнь более устроена и она более благополучна. Меньше серебра. Она менее устроена. Но запомните жизнь человека. Все-таки. Все-таки. Даже если за все отвечает серебро, все-таки. Скажи, все-таки. Если за все даже отвечает серебро, жизнь человека все-таки не зависит от изобилия его имения. И все-таки она не зависит. Я вчера прочитал новость. Олег Табаков. Казалось бы, такой крутой мужик. Актер, режиссер, руководитель этого театра известного. Вкладывал деньги. Зарабатывал всю жизнь. Потерял шестьсот семьдесят семь миллионов рублей. Что означает десять миллионов евро. Копил, зарабатывал, вкладывал, зарабатывал, вкладывал, вкладывал. И вдруг этот банк треснул. Приходит туда, а ему говорят, а вот уже денег нет. Я когда читал, о боже, ему сколько уже, под восемьдесят, он всю жизнь. Раймонд Павлов всего лишь там один, да? Всего лишь один, а здесь десять. и государство без помощи, а мы не знаем. Ну, деньги ушли. Ни в одной цивилизованной стране такого не происходит. Отсудят в цивилизованной стране и вернут еще, да еще за моральный ущерб возвратят. А здесь зарабатывал, зарабатывал. Я читаю, у меня просто, представляете, под старость лет, да там инфаркты, и там вот эти все вот шестьсот семьдесят семь миллионов рублей. Где гарантия? Думаю, Господи, ты говоришь, не собирайте себе сокровища на земле, где банки не дают гарантии. Поэтому храните в банке лучше. На даче. Может быть, там гарантии больше. И вот, когда читаешь это, думаешь, вот и, вот и, вот и приходит такой вывод, стоит ли накапливать или лучше пускать серебро в оборот. Хотя и в обороте тоже. И тогда уходят, но как-то не так обидно, когда они лежали. Потому что этот банк в обороты без тебя и отправил их. Но я к чему это говорю? Имея нрав, не сребролюбивая. Когда ты говоришь, ну вот живу, уже мне столько лет, никаких накоплений нету. А вот ты все еще живешь, и благодаря Богу, что вот без всяких накоплений, без всяких там ламбурджини, без всяких там мазерати, как-то смотришь, и заришься, и не заришься, и без мазерати нормально выглядишь. А? Поблагодари Бога, что ты жив, здоров, одет, сыт, что ты знаешь Господа. Халлелуя! И скажи, Господь мне, помощник, я не убоюсь, что сделает мне человек. Если Бог обещал хранить меня, Он сохранит меня и доведет до цели. Аминь. И дальше, друзья, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Мы должны иметь перед собою достойные образцы для подражания. Я вспоминаю нашего учителя, это доктор Лестер Самбрелл. Я вспоминаю Эдвина Луиса Коула, который здесь был. Это такие, это такие яркие лидеры, которые по милости Божьей просто довелось быть здесь. Я вспоминаю, какие они были достойные. Я помню, как Лестер Самбрелл свою последнюю книгу написал. «Прощай, земля, приятно было с тобой познакомиться». Имея в Америке такие контакты, жил скромно, имея такие ресурсы, он просто все отдавал для Царства Божьего. Я говорю, когда я умру, не надо писать какие-то титулы. Сегодня не успел служитель чуть подняться, о Боже, уже пол листа титулов, доктор, доцент, академик, там бру-бру-бру-бру. Потому что, Боже мой, пока нормальный человек был, ну, просто пастор церкви. Потому что, когда мне клеят какие-то титулы, я пастор, кто вы? Я пастор церкви, все, больше не надо. Какой пастор? Просто обыкновенный пастор. А доктор Лестер сам, он говорит, когда, говорит, помру, тогда на моем этом памятнике напишите муж веры. Все. Не надо никаких титулов. Он на самом деле прожил красивую, достойную жизнь. Я вспоминаю, как после его смерти, ну, так вот, в горячах, какой великий человек. Собрались бизнесмены, ну, которые работали с ним. И говорят, давайте снимем фильм. Фильм. о великом человеке нашей эпохи. И я помню, я тогда еще настроился, думаю, что однажды, ну, выйдет, ну, это хроника нашего пробуждения, документальный фильм, о настоящем уже веры. Поговорили, поговорили. Время прошло. что-то мы погорячились, какие там фильмы с ним. Да это было поклонство какое-то. Что это про человека? И все. Грустно. Хотя этому доктору Лестерсаму вообще как по барабану. Сняли фильм про него или не сняли. Он прожил красивую, достойную жизнь, которую, просто читая книги, которых вот, его книги, вот это все кино. Великий человек. Великий человек. На самом деле хочется подражать этим людям, которые всегда просты, которые были всегда богобоязнены, которые до самого последнего дня они показывали нам достойный образец для подражания. Свидетельствуют его друзья, что когда он умер, его бухгалтерия была чиста. Ни одного цента долга, никакого хаоса в бумагах и в документах он оставил красивое наследие, чтобы никто потом не мучился, как это, что соединить или как. Красиво пришел и красиво ушел. Боже, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Медвен Луис Коу. Великий человек, вспоминая о котором просто внутри трепет, трепет, на самом деле он великий человек. Вспоминаю его, когда он здесь пару раз был, он говорит, мы платим за себя. С целой командой приезжал. Говорит, не-не-не, мы вам служим. Людей не так много здесь было тогда. Мы опускаемся по этой лестнице, ну, я как бы забегаю вперед, уважаемый брат Луис Коу, извините, что людей не так много будет. И он такой солидный, граф такой. Пастор Алексей, остановитесь. И вот мы на лестнице стоим, он на меня так сверху, вниз смотрит, я стою и снизу вверх Слушаю, если ты слишком большой, чтобы проповедовать в маленькой аудитории, ты слишком маленький, чтобы проповедовать в большой аудитории, я говорю, аминь. Он положил на меня руку, говорит, Христос даже одному человеку проповедовал. Так что вообще никаких проблем. потом меня как будто усыновил. Он остановился в гостинице Родисон, и мы кушали там за столом, и он смотрел на меня, смотрел, слушай, а там белая скатерь была, ну, там красиво, гостиница. Он попросил у официанта, у тебя есть ручка, фломастер? Да? Дайте, пожалуйста. И он этой белой скатерти написал. Короче, я Эдвин Луис Коу усыновляю Алексея Ледяева, и теперь он является моим сыном. Я посмотрю, прикалывается, что ли? Требуя наследство. Но это шутка. Все-таки должны иметь же нрав несовремен любил. я не знаю, куда это скатерть делась, не знаю, но сожалею, что я бы ее повесил где-нибудь в музее, хотя рано еще музей делать. Но, по крайней мере, великий человек, благородный человек, всегда такой честный. И, конечно, его очень не хватает сегодня современному христианскому сообществу. Итак, восьмой стих. Даже если не хватает серьезных христианских авторитетов, восьмой стих это как будто утешение и компенсация. А вот Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. На самом деле слово его остается неизменным. И я хочу сегодня просто кому-то сказать убедительно и глубоко это слово не подведет тебя. Возьми его. Пусть вот Дух Святой сегодня, как на скрижалях сердце, письмо Христово, пусть это слово будет вот здесь записано. Не оставлю, не покину. Его рука не сократила, чтобы спасать. Христос вчера, сегодня, вовеки тот же это слово не подведет тебя. И я где-то прочитал, что зрелость приходит не из-за возраста, а зрелость приходит по мере ответственности. Чем дальше ты будешь безответственным, тем ты будешь духовно моложе. а дети ни за кого и ни за что не отвечают. Что отличает ребенка от взрослого? Вопрос ответственности. Если ты сейчас ни за кого не отвечаешь, ты ребенок, если ты хочешь возрастать в духе, если ты хочешь расти, переходить от веры веру, запомни, динамику роста обеспечивает ответственность. Когда ты берешься даже за невыполнимые задачи, плачешь, молишься, кричишь, жертвуешь, это не просто крики и молитва, это возраст. Ты растешь, когда ты достигаешь то, чего другие никогда не достигают. Запомните, динамику роста обеспечивает ответственность за себя, ответственность за свой дом, за те цели, которые ты поставил перед собой. Адам все проиграл, потому что он снял с себя ответственность. А Иисус Христос он стал великим, он стал царем всех царей, потому что он взял ответственность и он согласился исполнить волю Божью. Он смирил себя до смерти и смерти крестной. Поэтому Господь превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. Пусть Дух Святой сегодня покажет нам долю нашей ответственности. Это не всегда легко, это не всегда благодарно, это не всегда уютно, это не всегда аплодисменты и понимание со стороны ближних своих. Когда ты берешь ответственность, ты выделяешься из толпы безответственных людей. И ты можешь слышать, что больше всех надо, ты что решил отличиться. Хватит ходить перед людьми. Когда у тебя будет благословение и Бог благословит тебя, они потом фотаться возле тебя будут. Они за честь будут считать встать рядом с тобой. Помните Давид и его старшие братья, там Голиаф ходит, проклинает всех. Пришел Давид и взял ответственность. Почему так мало ответственность к людям? Это рискованно, потому что получится или не получится. Конечно, рискованно. И пришел Давид и не понимает, что здесь творится, что за кино. Ходит вот такая верзила и проклинает всех, и все молчат. Кто такой необрезан? Он что здесь матюгается? Он что здесь всех проклинает? И Бога моего проклинает? Они говорят, мальчик, не горячись. Он говорит, я не мальчик, я в завете с Богом, который сказал мне, не оставлю и не покину нигде, даже на ринге. ответственность. Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне? Этот человек, даже который в два раза выше меня, и на котором висит тона металла, что сделает мне человек? Не убоюсь, Господь мне помощник, и я не убоюсь. Ответственность. Знаете, кто такие фразы может говорить в самые критические моменты жизни? Ответственные люди. Именно ответственность заставляет тебя произносить эти молитвы, как, знаете, вот как будто это вот бронежилет, это как будто защита. Я понимаю, что я где-то должен найти опору, я взял ответственность. Это для других людей это сумасшествие, а ты стоишь и говоришь, Господь мне помощник, я не убоюсь. Что сделает мне этот человек? Господь не оставит и Господь не покинет твердого духа. Господь хранит в совершенном мире. И он говорит, вот твоей рукой, вот твоей рукой ты поразишь его. И он его поразил. Я верю, что вот на таких молитвенных встречах, вот на таких откровенных площадках, где мы ничего не скрываем перед Богом. Господь формирует ответственных людей. Еще раз повторяю, зрелость приходит не из-за возраста, можно еще 40 лет ходить в церковь, еще 50 лет слушать, но запомни, ты начнешь духовно расти, не из-за количества посещенных конференций, проповедей, семинаров, или чего-чего-то. Возраст духовный будет зависеть от того, какую ты ответственность завалил на себя. Господи, хотя бы одного привезти в церковь, хотя бы одного привезти к Иисусу, хотя бы кого-то и церковь умножилась от безответственности. Мы все хорошие, чистые, не пьем, не курим, стараемся жить чисто, свято, но только безответственно. Состояние, которое у тебя есть, это не компенсация за безответственность. Повторяю, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Чем отличался Адам от Иисуса? Один был безответственным, а другой взял на себя всю эту ответственность. Ответственность это боль, страдания, это узкий путь, это жертва, это цена, которую ты платишь. Иисус, давайте откроем Марка 5 глава, и после чего, Марка 5 глава, и после чего мы помолимся, и будем завершать. Иисус берет ответственность. Что такое ответственность? Если говорить про ответственность, то это конкретная программа, которую ты берешь на вооружение, это ресурсы, которые ты выпрашиваешь у Бога для того, чтобы достичь этой цели, и когда ты ее выполняешь, твоя ответственность окупается, и Бог тебя благословляет. Ответственность это четкая программа на своих действиях. Ответственные люди знают, что они будут делать в понедельник, в среду, в четверг. Ответственные люди знают, что они будут делать в мае, в июне, в июле. У них расписан календарь, и они не просто молятся Богу, они этот календарь Богу открывают и говорят, Господь, я хочу выполнить вот этот проект, я хочу исполнить вот эту программу, я хочу осуществить вот эту затею. Господь благослови меня. Ответственность это план. Почему Христос и каждый день, каждую ночь молился и говорил, Бог, что мы, что на следующий день Ты мне поручаешь, и я это выполню. И вот, интересная, получилась здесь интересная, очень интересная история. Марка, пятая глава. И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. Если чуть раньше Марка 4, почитать, каким образом они добирались до того берега, помните, да, это Марка 4, 37. Короче, поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглаве его будет, и говорят, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы все погибаем? И встав, запретил ветру, и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. Но не могу не вспомнить этот батл юмористов после нашей мартовской конференции, когда здесь грузины были и армяне. И армяне говорят, ой, грузины так проповедуют вообще неправильно. А как проповедуют? Ну, они говорят, они так проповедуют, как вот Иисус, на ледке плыл, плыл, чуть не утонул, большой ветер был, большой, большой ветер был. Иисусу надоел этот ветер, он встал и сказал, эй, заткнись, а, и ветер затих, и они доплыли до... Кстати, я скоро с ними встречусь, и ветер затихнет. Ну, вот, а вот, как здесь дальше было, он запретил ветру, и сказал, умолкни, перестань, и сказали ученики, и он сказал, ученики, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? На самом деле, Иисус всегда удивлял. И потом, вот, представьте себе, начинается с того, что Иисус на том берегу остается молиться, а ученикам говорят, садитесь на лодку и отплывайте. Принуждал их, ну, вот, он педагог такой. И вот, когда они поплыли, они попали в бурю, Христос по волнам подошел к лодке, успокоил бурю, и теперь они прибыли на другой берег, в страну Годаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. У Бога всегда все целесообразно. Ради чего идти сквозь бурю? Ради чего отправляться с того берега? Многие из нас сегодня взят вопрос, а зачем нам эта буря? А вы знаете, иногда эти бури поднимаются только всего лишь потому, что это как конфронтация или как реакция дьявола против божественных планов. Если бы ты из себя ничего не представлял, зачем надо было поднимать эти бури? И представь себе, какая логика. Встречает, ради чего, Христос, мы плывем на тот берег? Ради чего мы проходим через бурю? Ради чего Петру надо было выходить из этой лодки и испытать такой позор, а потом получить откровение? Иногда эти вопросы, ради чего? Ради чего все это происходит? Ради драгоценной человеческой души. Если ты слишком большой, чтобы проповедовать в маленькой аудитории, ты слишком маленький, чтобы проповедовать в большой. Христос на этот берег отправился только для того, чтобы послужить всего лишь одному человеку. Через которого потом в десяти городах, в десятиграде, люди узнали о чудесах. У Бога всегда многоходовка, у Бога всегда многоэтапная вот такая программа. И вот смотрите, он жил во гробах. Человек, на котором бы мы крест поставили вообще. Псих, маньяк, чудовище. Быстрее бы, он помер. А Христос на нем не ставил крест. Его никто не мог связать, даже цепями. Потому что многократно был скован оковами, цепями, но эти цепи разрывал, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Подчеркните это слово. Никто не в силах был укротить его. Кроме нашего Господа. Я бы хотел, чтобы мы об Иисусе каждый день узнавали еще чуть-чуть больше. Чтобы об Иисусе мы чуть-чуть узнавали каких-то новые грани. Иисус, зачем тебе этот сумасшедший? А Господь говорит, я сниму это сумасшествие, и он будет служить мне, так, как никто другой не будет служить. Боже, дай нам познавать Твои планы. Дай нам узнать Твою ответственность, чтобы нам тоже отвечать за свою землю и за тех, кто живет на ней. И представляете, это сумасшествие «Ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Трудно даже представить, что это за чудовище, которое кричит. В другом месте написано, что он вообще без одежды был. В гробах жил, бился о камни. И никто не мог его. Цепи на него набрасывали, и он рвал цепь. Это была какая-то достопримечательность, это проклятое место. Там живут какие-то, живет один чокнутый, который носится. И Христос именно к нему направился. Увидев Иисуса издалека, он прибежал и поклонился Ему. Объясните мне, как понимать, человек полный бесов не убегает от Иисуса. Человек полный бесов бежит к Иисусу и поклоняется Ему. Парадоксы. Когда мы говорим, я знаю, как Бог действует, а как Бог не действует, мы ничего не знаем. Это противоречит всем принципам. Одержимые люди бегут к Иисусу и поклоняются. А вот представьте себе, Господи, кто согрешил? Вот этот слепой или его родители? Мы же знаем, что на ровном месте ничего не происходит. Иисус говорит такие парадоксальные вещи. Никто не согрешил. Прямо в безгрешной жизни рождаются... Вот и не философство. Вот что Иисус говорит, это абсолютная правда. Ни он не согрешил и ни родители его. А для чего? Да чтобы явилась слава Божья. Чтобы дела Божьи явились на Нем. Знаете, так хочется освободиться от этой категоричности экспертной. Сказать, Бог, вот все, что ты хочешь в Латвии делать, пожалуйста, осуществляй. Делай все, что ты хочешь со мной. Скажи, куда мне идти? Покажи маршруты. Я хочу приготовить путь для тебя. Я знаю, что ты меня не оставишь и не покинешь. Даже если вчера что-то не получалось, сегодня все получится. Бури поднимаются. Мы пройдем через эти бури, и наши глаза увидят славу Божью. На этом месте будут стоять вчерашние маньяки и говорить, как было чудовищно тяжело. И пришел Иисус и освободил. Боже, дай нам видеть Евангелие в действии. Дай нам видеть славу Твою на нашей земле. Он прибежал и поклонился. И, вскричав, громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Какое противоречие? Прибежал, поклонился, назвал, правильно назвал, Сын Бога Всевышнего. И в то же время, как будто здесь раздвоение личности, как будто человеку нужен Бог, и он бежит к Богу. И в это время же бесы кричат, зачем ты мучаешь? Так не Христос же тебя мучает. Видите, да? Мучения двух уровней. Бесы мучили его по плоти. Он бился о камни, бегал там, не спал. А здесь были мучения духовные. Потому что Христос его физически вообще никакой боли не причинял. Но присутствие Святого Бога причиняло страдания и боли вот этому всему, вот этому кодлу демоническому. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из всего человека. Когда мучения начались? Когда Иисус сказал, а ну-ка выходи, тебе слишком уютно там было. Ты мучил человека, а теперь, дух нечистый, ты будешь мучиться. И ученики стоят, смотрят, вот для чего надо было через эту бурю проходить. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. Странный разговор. Зачем был знакомиться? Не знаю. Но, наверное, Иисус посчитал нужным для того, чтобы мы могли, как бы, вот изучая эту энциклопедию экзорцизма, видеть, что есть и вот такой опыт еще. Наверное, потому, чтобы показать калибр помазания Господа Иисуса Христа, чтобы не один ничтожный бес вышел, а целый легион. Вот авторитет нашего Господа. Вот его владычество и вот его власть. И, он говорит, нас много, и много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Последь же там на горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам пойти в них. Ой, я не понимаю, я много чего не понимаю. Зачем разговаривать с бесом? Не знаю. А Христос просто говорил тебе, говорит, не посылай нас в бездну. Здесь из страны написано, ну, типа, не высылай нас из Латвии, да? Поживем здесь еще немножко. А в другом месте написано, не посылай нас в бездну. Что такое бездна, там еще какое-то там, я не знаю, пространство. А здесь паслись свиньи. И вы знаете, бесы, наверное, знаете, больше всего, что здесь написано в другом месте, что Господь отнял силу начальства, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Знаете, посылать бесов свиней, это, знаешь, опозорить. Пошел ты к свиньям. Да не то, что в свинь, иди в свиней. Там ваше достойное место. И ученики смотрят, никогда такого, второго такого случая в Евангелии нету. Вот знаете, можно было целое учение сказать, так, теперь служение экзорцизма возле свинарника. Все. Мы знаем только один маршрут, где успешно бесы выходят из людей. Будут свиньи, будет освобождение. Не будет свиней, не будет освобождение. Не делайте так. Поберегите свиней. Потому что в Латвии это хороший бизнес тоже. И смотрите, чем все это заканчивается. Конечно, друзья, можно шутить на эту тему, но, Господи, какова велика милость и благодать и любовь Бога к этим несчастным, обреченным маньякам и одержимцам, в свиней, так пусть они в свиней и идут. Я думаю, что здесь еще какой-то вопрос Господь решал. И послось много свиней, и просили они, Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вошедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны, в мой, о, крутизна была, да? А их было около двух тысяч, и все потонули, мы. Вы можете чуть-чуть представить, две тысячи свиней, это много же? И все хрюкают, все бегают, рыло такие. А вы одержимых свиней когда-нибудь видали? Кошмар какой! И ученики смотрят на шоу, две тысячи свиней бегут, а свиньи же плавать не умеют, и бесы плавать не умеют. И вот представляете себе, они все потонули. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Вы знаете, кто вам сказал, что Христос делает обыкновенный, кто-то говорит, Евангелие это просто, Евангелие это просто. Откуда вы взяли, что Евангелие это просто? Представьте, сегодня в Латвии это произошло. Очень просто. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит одетым. Представляете, все меняется. преображение и слава Божьей. В этом городе произошел 2017 год. Произошел сезон преображения и славы Божьей. В здравом уме и устрашились, когда он с ума сходил, не боялись, а когда стал нормальным, устрашились. Видевшие рассказали им о том, что произошло с бесноватым и о свиньях. Хороший коммент. И смотрите, и начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. Потому что свиней там было еще много. А когда он вошел в лодку, бесновавшийся, ну, в прошлом, просил его, чтобы побыть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал, а вот теперь, дорогуша, бери ответственность. Внимательно. Иди домой к своим. Оказывается, у него были родственники. Представляете? Его уже все, от него все отказались. Его уже все списали. А Господь говорит, а вот теперь иди, оденься, приведи себя в порядок, иди и расскажи все, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Для чего Господь нам дает сегодня это место? Поверьте, нас ожидают такие чудеса, о которых еще в книжках не писали. Бог будет творить на нашей земле великие знамения и великих чудеса. И смотрите, что он сделал. 20 стих. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде. Вчерашний маньяк пришел сегодня в Десятиграде и начал проповедовать. Если вы умолкнете, камни сива запьют. И люди, смотря на него, они просто сходили с ума и говорили, как это могло произойти? И что сотворил с ними Иисус? И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, и Он был у моря. Какие здесь главные уроки? Первое. Иисус через бурю прошел на тот берег. И какие бы бури у тебя сейчас не проходили, знай, что Иисус проводит нас через бурю на тот берег, чтобы показать тебе то, чего никогда ты еще не видел. Второе. Он показал ценность одной человеческой жизни. Это была встреча с одержимым. И урок никогда ни на ком не ставь креста. Следующее. бесы вышли. Никто не мог его обуздать. Все, что невозможно человеку, возможно нашему Господу. Четвертый урок. Одержимый стал нормальным человеком. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить, а Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И человека сделать нормальным. Славою и честью увенчал и поставил их над делами рук своих. Пятый. Всякому человеку, которому Бог служит, кого Он милует, освобождает, исцеляет, Он дает поручение. Иди и расскажи, что сделал с тобой Господь. Господь хочет видеть нас, в нас, людей ответственных за то, что Бог сделал с нами. И дальше, и Он пошел в Десятиграде. Мы не знаем, кто завтра станет популярным проповедником. Много ли там было проповедников, может быть, в Десятиграде. И Господь, мы даже с вами не понимаем до конца, когда мы кому-то проповедуем или кому-то свидетельствуем, кем этот человек станет. Господь возьмет ничего не значащее для того, чтобы посрамить значащее. Господь никогда не посрамит тех, кто упывает на Него. Поэтому, друзья, я возвращаюсь к тому, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Слово неизменное. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Как Он вчера разрушал дела дьявола, отпускал измученных на свободу, сегодня Христос тот же самый. Боже, помоги нам уверовать. Помоги нам, Господь, усвоить эту глубочайшую истину Тот, кто в нас Он больше того, кто в этом мире. Давайте, друзья, это лето Господне и благоприятное. Возьмем ответственность. Я возвращаюсь к вопросу ответственности. Мы отвечаем за тех, кто живет рядом с нами. Мы отвечаем за тех, кто сегодня еще не пришел в церковь. Это наши родственники, это наши сотрудники, это те, кто живет рядом с нами. Моя молитва, драгоценный Дух Святой, положи сегодня мягкой тяжестью на наши сердца ответственность молиться, ходатайствовать, проповедовать и благословлять тех, кого Бог открывает для нас. Амин. Давайте закроем глаза и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты наш Бог. Благодарю Тебя за это слово. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа сделать церковь дееспособной, сделай наше служение продуктивным и ответственным. Научи нас ходить сквозь будю, научи нас преодолевать эти волны. Я прошу Тебя, пусть никакие неразрешимые задачи не уничтожают наши веры, но дай нам видеть силу Твою, авторитет и власть. Господь, мы хотим видеть Твое владычество над легионами бесов и демонов. Господь, Ты вчера, сегодня и во веки тот же самый и рука Твоя не сократилась, чтобы спасать и миловать самых обреченных людей. Человекам это невозможно, но Богу все возможно. Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя, прости нас за безответственность. Я прошу Тебя, дай нам, Господь, Твой взгляд, Твои чувствования. Дай, Господь, нам это чувство покорности Слову Твоему. Пусть наши церкви возрастают. Пусть каждый из нас берет с собой еще кого-то. Дай нам проповедовать в своем десятиграде о чудесах и знамениях, которых Ты совершил в нашей жизни. Пусть в этом году наши церкви вырастут. Пусть в этом году, Господь, наши глаза увидят спасаемых. Пусть в этом году наши глаза увидят, как разрушаются дела дьявола, как легионы бесов уходят, и люди становятся чистыми, святыми и праведными. Господь, проговори к нашим сердцам, и пусть наши сердца услышат Слово Твое. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы превозносим Твое великое и святое имя. Кир махамалэгосу бачей. Халамикхом маланджум мэгинда. Грамена ламбу арэкин тулалэм ассор махэй. Халамахетсолэм джей руман альмаха басун беларочитэй араминале крыманелее кималаман Господь не помощник я не убоюсь что сделает мне человек ты сказал не оставлю ты сказал не покину ты ведешь нас на другие берега ты ведешь нас к новому опыту ты подводишь к нам к люди нас к людям с неразрешенными вопросами и ты нас не оставишь и не покинешь ты дашь нам видеть славу твою и могущество твое кэль морил алло веди нас сквозь бури веди нас на новые берега поднимай нас на другой уровень силы власти и могущество крама алга бетян тулей калмена лавра бежилаку талерибу дозуги баканди бра манде лангур и сабри чецали амба корамена ликру бачетолали бры шаталия каламена лаврессиманена мастера лерия брамбла аргаблэш тулейбр годи лебру джейбра менелигра бача аргобедела лобри бетолал мандами грама аргаба арабо чо ариду лири бру гаджета лая халалю я блэссанте и теперь вместе со мной скажи отец во имя иисуса христа я благодарю тебя за слово твое я хочу быть ответственным человек я хочу исполнять волю твою покажи мне того человека за который бы я стал в проломе покажи мне этого человека от которого могли бы отвернуться люди покажи мне того человека на том берегу которым бы я мог прийти словом твоим и с помазанием твоим в этом году я хочу принести плод в этом году я хочу хоть одного пленного отпустить на свободу в этом году хотя бы одного слепого я хочу привести к тебе чтобы он прозрел я хочу принести плод в виде спасенных людей в этом году дай мне любви дай мне ревность я беру эту ответственность и я обещаю тебе в этом году я исполню волю твою я буду проповедовать о том что ты сотворил со мною благодарю тебя что наш труд не будет тщетин и ты выйдет на наши глаза увидят славу твою поклоняемся тебе поклоняемся тебе любим тебя превозносим твой великое святое имя халлелуйя кроме на лакарма са щит сайт о лири ассель галалама санчилу богу бочитая возьми сейчас свою жертву пусть это жертва утвердит пророческое слово калма хонзима че талах кроме на лакарма са щит сайт о лакарба то лири а кроме на лакарма са щит сайт о лири а камана лири мина лосо манали пусть церковь твоя будет жертвы во имя иисуса пусть наши жертвы и десятины открывают небеса запрети пожирающим прикасаться к нашим ресурсам и в усиме твое прославится и пусть имя твое возвеличится в нашей жизни халлелуйя подними свою жертву скажи отец я благодарю тебя за это слово и прошу тебя пусть оно станет плотью пусть никакие сомнения и разочарования не подкрадутся к моей жизни и к моему сердцу ты сказал я не оставлю и не покину и я глубоко верю и не сомневаюсь в этом я приношу эту жертву и пусть она будет угодно тебе в этот вечер прими ее как вечерний фемиан для славы твоей и во имя иисуса христа амин пожалуйста пустите ведра по зал в этом году стратегическая и главная программа называется поиск сокровищ уважаемые друзья сам бог ревнует чтобы наше служение оно было глубоко ходатайственным и молитвенным с одной стороны и с другой стороны чтобы мы благовествовали евангелие сколько людей вокруг нас идут погибают идут в ад и мы говорим господь спасай их а господь говорит нам вы идите и проповедуйте евангелие вспомните каким образом мы оказались в церкви мы оказались в церкви только потому что кто-то нам проповедовал евангелие и кто-то за нас молился и кто-то нас нес на руках молитвы к богу и говорили господь спаси защити и сохрани поверьте точно так же сегодня тысячи людей вокруг нас нуждаются в таком же служении поэтому давайте встанем в проломе давайте встанем в проломе за наших ближних пусть о знамениях и чудесах которые мы пережили в боге знают те кто живут рядом с нами и пусть этот эта программа поиск сокровищ имеет результат и успех давайте прострем руки помолимся драгоценный дух святой благодарим тебя любим тебя поклоняемся тебе мы благодарим тебя господь за это слово благодарим тебя за верность твою благодарим тебя за то что ты никогда не оставишь ты никогда не покинешь все в твоих руках твоя рука не сократила чтобы спасать и ухо твое не тяжелело чтобы слышать я благодарю тебя драгоценный господь за то что ты спасаешь хранишь и благословляешь прими господь сегодня эти жертвы и я прошу тебя все проблемы которые здесь находятся да будут господь они разрешены для славы твоей и во имя иисуса христа я прошу тебя драгоценный дух святой драгоценный дух святой я прошу тебя пусть господь все смертное будет поглощено жизнью я прошу тебя все кто сегодня в страданиях пусть в эту ночь они переживут исцеление и славу твою я прошу тебя пусть бесы выйдут пусть нищета уйдет пусть немощь уйдет и придет исцеляющее помазание я прошу господь во имя иисуса яви славу свою яви благодать свою и пусть господь имя твое прославится и пусть имя твое возвеличится в нашей жизни мы просим тебя об этом амин халллюя итак друзья в следующее воскресенье у нас будет в следующее воскресенье у нас будет первая река это семейная река нам будет служить молодежь и очень важно чтобы мы могли всей семьей приходить давайте в первое воскресенье месяца когда мы говорим о семье о том что должна быть связь поколений давайте побеспокоимся о том чтобы рядом с нами были те кто живут в одном доме с нами под одной крышей пусть это будет на самом деле благословенное семейное служение амин какие еще объявления у нас ну если нет объявлений огромное спасибо что вы были храните это слово будьте благословен спасибо 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 спасибо